Игорь Ягубков, создатель блога заводфото.ру. Его контент – заметки, фотографии, репортажи о промышленных компаниях, фабриках и заводах. За 12 лет блогер посетил более 600 предприятий. Несколько раз был в Норильске, посещал Надеждинский металлургический комбинат, который выпускает Файнштейн и отправляет на Кольский полуостров для дальнейшей переработки. Роли Кольской ГМК в группе компании Норникеля будет посвящена серия репортажей. Уникальность Кольской ГМК, что тут есть возможность посетить все этапы производства никеля. Это как бы дорогого стоит, конечно, хочется об этом рассказать. Маршрут экспедиции в Заполярье – Мурманский транспортный филиал, рудник «Северная шахта» Каула-Катсильвара, которая в прошлом году завершила производственную деятельность, обогатительная фабрика и рафинировочные мощности в Мончегорске. Вот сюда заходишь, да, автоматизация, красота и цветовая гамма, и современность. И все в одном. Это можно сказать, как вкратце, по Мончегорску. Мы сегодня были на линии розлива. Ну, металл смотреть, разве я могу сказать, что это не понравилось. То есть на него можно просто смотреть и любоваться часами. Кольская ГМК – единственный в России производитель электролитного никеля и кобальта. Обстановка в мире диктует новые правила, которым большой бизнес успешно приспосабливается. Обновляется оборудование, внедряются новые технологии, промышленность продолжает развиваться. Благодаря вот таким компаниям, что они к себе пускают, не боятся пускать. И это как бы пример другим, что надо быть открытым, особенно в наше время, и показывать, что у нас есть промышленность. Помимо производственных процессов, блогеры впечатлили люди, которые работают в компании. Они открыты, простые, открытые. И, конечно, это подкупает. И когда, получается, тебя хорошо встречают, когда с тобой разговаривают, когда тебя не боятся, не бегают от фотоаппарата, ну, конечно, это все очень нравится. Ну, такой теплый прием. Очень трудно потом ездить к другим, потому что тут и культура производственная. Даже вот мы приехали, вот Мурманский транспортный филиал, и там у них и шкафчики, и спортзал, просто вообще огонь. Да, то есть там тренажеры такие стоят, то есть у нас там в вип-клубах, можно сказать, не встретишь. И эта вот забота о людях, она чувствуется. Предприятие инвестирует большие средства в модернизацию производственных активов и экологическую составляющую. Блогер посетил заповедники Пасвик и Лапланский – природоохранные территории, которые соседствуют с промплощадками. Первые заметки уже на странице Игоря Ягубкова в социальных сетях.